Привет, здравствуй друг! Это небольшая залипушка, на пару минуточек. Помнишь я собирал контейнер из 5 литровой пэт баклажки для сбора вот этих электронных сигарет? Давайте немножко напомним. Опалубку или так называемый каркас я собирал из того, что в мастерской попалась под руку. Пяти или шестилитровые бутылки я уже подготовил для каких-либо экспериментов, пишите еще для каких можно использовать. Материал отлично усаживается на каркас, запомните рама каркаса должна быть очень прочная, иначе при усадке пэт деформирует всю вашу конструкцию. Полную версию этого видео от сборки до того как я разнес эти боксы по магазинам вы сможете посмотреть на моем канале в прошлых видео. Сейчас покажу результат. Конечно же я сделал не один контейнер, думаю неплохо, это за месяц сбора из трех боксов. Я думаю в этой куче собрал все модели, есть даже модели где все надписи полностью на русском языке. Больше 180 штук, неплохо, не правда ли? Некоторые я конечно подзарядил и немножко балуюсь. На эту литий-ионную дурь я посадил уже почти все автономные электроприборы, фонарик, вот этот шуруповерт или как его назвать. Повербанк до сих пор работает и очень классный культ. Давайте подумаем куда применить более серьезно. Может быть аккумулятор для травела собрать? Для этого понадобится ваша помощь в запчастях например. Очень много меня спрашивают про термоэлектрический генератор который я собирал. Кто не видел секундочку покажу. За городом, да не только, а еще и в коллекторах проброшены сотни километров тепломагистральных коммуникаций. В некоторых местах например возле вентилей. Трубы не заизолированы и просто воздух улетают миллионы калорий или джоули если хотите. Так вот, а почему бы не использовать эти островки тепла для получения электродвижущей силы с помощью термоэлектрических генераторов? С помощью этой халявной энергии можно например запитать уличное освещение. Ведь тепломагистрали располагаются как раз возле дорог. Ну вот вся сборка движется к завершению. Вот какой интересный термоэлектрический генератор получился. Термогенератор готов. Осталось только закрепить его. Сейчас поищем тепленькое местечко. Именно в этом месте я хочу подвесить генератор. Как говорится не имей 100 рублей, а имей 100 баксов и хороших знакомых. Конечно же все монтажные работы я буду производить с согласия моих хороших знакомых. Полную версию сборки термоэлектрического генератора вы можете посмотреть тоже в моих прошлых видео. Затягивание гайд меня очень радует. Так как это уже финальная стадия установки. Так вот что-то сразу пошло не так. Сперва китайцы мне на полгода модули задержали. Половина потерялась. Потом с кодом были проблемы. Когда я в минус 40 полез замерять. Что там вообще происходит? Сколько выдает? Во-первых все приборы у меня перемерзли. Во-вторых я начал вытаскивать провод контрольный. И сломал к черту его. А снимать видео в минус 40 так это вообще нереально. Конечно же этот проект с термоэлектрическим генератором я не брошу. Просто все работы наладочные надо производить летом. Так что эксперимент спереди еще впереди. Советуйте, что серьезное можно сделать из этого. Ребятки я в Москве хочу показать кое-что интересное для вас. Чему я все это показываю? Вы также с легкостью можете разместить у себя в подъезде или даже в нескольких подъездах. Контейнеры по сбору электронных сигарет. Тем самым и экологии помочь. Да и для себя набрать халявных литий-ионных аккумуляторов. Дерзайте! Эти небольшие отчеты о моих прошлых видео я записал не так просто. Грядут такие исторические события. Время перемен. Не знаю успею я выложить этот ролик или забанят уже YouTube. Это не важно. Главное жить дальше. Даже не знаю попрощаться с вами. Или все еще вернется на свои места. Берегите себя. Не болейте. И храни вас Господь. Счастливо. Давай потанцуем, пока время есть. Небеса подождут. Мы лишь гости здесь. Надежды на лучшее скрывают наш страх. Произойдет ли взрыв на наших глазах? Уйдем ли мы молодыми или будем жить? У нас нету власти, но мы хотим победить. Жизнь это короткий, но радостный миг. Но не каждый многоватости.